Ну и вот относительно того, где враг стремится и дальше наступать, а где остановится в оборону, то здесь аналитики Института изучения войны предполагают, что понимая весь стратегический провал оккупантов, российское военное командование, вероятно, пытается сейчас убедить российского диктатора Путина все-таки перейти к оборонным операциям. В частности, об этом свидетельствует заявление так называемого Минобороны России, высшему руководству страны, о значительных усилиях при наборе 400 тысяч военнослужащих по контракту, которые, по их мнению, должны защищать существующую линию фронта. Сообщается, что российское военное командование сейчас перебрасывает призывников для удержания российских позиций в оккупированном Крыму и, возможно, планирует подготовить дополнительные ресурсы, чтобы попытаться удержать оккупированные территории на фоне украинского контрнаступления. То есть вот эти 400 тысяч так называемых добровольцев, которых они хотят набрать, вот они рассчитывают этим пушечным мясом сдерживать наше контрнаступление. По мнению аналитиков, в Минобороны России, вероятно, осознают угрозу украинского контрнаступления, но продолжают посылать вот этих контрактников для усиления бессмысленных наступательных операций по требованию диктатора Путина, вместо того, чтобы все это пушечное мясо ставить в оборону. И интересно, что вот именно встать в глухую оборону немножко раньше Кремль уже призывал и главарь боевиков Вагнера Евгений Пригожин. Но Путин предпочитает все-таки продолжать забрасывать украинскую землю телами оккупанта. Вот тут никак оно не успокоится и пытается лезть дальше. Однако, относительно вообще возможности России набрать 400 заявленных тысяч контрактников, есть большие-большие вопросы. В частности, британская разведка сообщает, что на России растет конкуренция между Министерством обороны и ЧВК Вагнера, которые между собой соревнуются за мужчин призывного возраста. В британской разведке отмечают, что Минобороны и РФ недавно запустила новую рекламную кампанию по призыву так называемых добровольцев. Реклама эта появилась уже в соцсетях, на билбордах, на телевидении. Но после того, как ЧВК Вагнера закрыли доступ к вербовке зэков в тюрьмах, боевики тоже начали искать наемников по всей России. И вот теперь у них идет конкуренция между тем, скажем так, кто сможет больше набрать. Ну, я думаю, вы слышали эту историю о том, что Украина уже обращалась даже к Ютьюбу официально, чтобы Ютьюб заблокировал вот ту самую рекламу по набору наемников в ЧВК Вагнера. Да, как ни странно, но такая реклама появлялась. Ну, Ютьюб, к счастью, заблокировал и рекламу, и связанные с боевиками Ютьюб-каналы. Но, тем не менее, эти усилия со стороны наемников Вагнера, они продолжаются.